потому что в этой мастерской решили кинуть провод напрямую я вайбер скинул там супер клеем приклеен это диспенсер деку откуда кофе бежит вы вы не клеили сами там вот герметик супер клей потом получается сетевой фильтра c отключен ну там ошметки вот именно откуда кофе бежит оттуда ошметки вылетает а там приклеим все склеено есть кнопочка включения сеть есть входящий кабель есть клеммная колодка которая уходит на разрыв кнопку на фильтр сетевой который сейчас не подключен потому что в этой мастерской решили кинуть провод напрямую подписав даже красный и синий то есть они считают что имеет значение так красный или так красный имеет значение у них подписывать именно входящий кабель почему они отключили кнопку и фильтр потому что когда снимали блок трансформатор задели пластины лак и трансформатор начал гудеть их идея не удалось возвращать все они обратно не не стали получается нужно удалить вот этот кабель их лишний и вернуть как было то есть кнопочку и сетевой фильтр кнопочку вот и сетевой фильтр на место это еще получается мне нужно диспенсер разобрать который супер клеем здесь приклеен здесь ладно шланг отмыл после них кольца заменил которые часть поменены часть не соответствует по размеру даже между собой верхнего поршня и нижнего вниз снизу соответствует по размеру это еще кофемолку не трогал здесь герметик убрал который здесь был когда только это увидел я себе сказал это что идиоты там работают если у вас трансформатор гудит проблема не в трансформаторе а в кнопочки что ли где логика если у вас стучит в моторе вы идете смотреть багажник цыганская мастерская полна идиотов такой вывод плюс подписывать белый синий красный и так логично понятно длина про провода не может быть от завода длиннее чем куда нужно довести все рассчитано сантиметр сантиметр каждый паз укладка идет там где нужно нет лишнего здесь вот родные провода вот они идут все зачем это подписывать выдерну я этот провод здесь количество допустим вот здесь считаю 6 здесь у нас всем зачем это подписывать 6 и 7 да вы не воткнете физически у вас коннектор не подойдут здесь 4 здесь 848 физически видно что у вас разница в колодке в клеммах даже штекера бывают разные это какие нужно быть бараном идиотом еще эмоции наверно у меня будут но это песец это еще вот успокоить успокоитель глушитель весь был в накипи что и получается весь пар шел за борт то есть ржавеет мотор ржавеет трансформатор сброса сброса как раз таки пара кофе а этот глушитель сброса пара из другого бойлера и тут не не было почищены и загерметизирован чехол куска не хватает и так далее в одной кофемашине вот столько проблем из-за каких-то мастеров все осталось самое важное разобрать диспенсер почистить кофемолку все до связи так провода идут мне в подарок диспенсер диспенсер невозможно снять супер клеем все замазали болты прокручиваются точнее там гайка крутится она не приклеилась но зато гайка к болту хорошо приклеилась кот тихо диспенсер же нужно почистить я снял сзади шланг выход какой-то нужен соответственно все я снимаю диспенсер здесь понятно мне логично понятно вот я подцепляю что мы видим не мыли дальше другой угол берем что мы видим понятно мастера поверили в средство которое авто чисткой промоется молодцы так ну я же диспенсер не могу снять теперь мне нужно этот штуцер снять все вот я штуцер пытаюсь конечно снять как-то так он где-то застревает вот чтобы его тоже помыть не я же ты тут грязь эту намазал и тут этот солидол я не мазал это не я что сказать стадо баранов оленей клиент не виноват в том что он попал к таким есть клиенты олени которые попадают к таким оленям они друг друга стоят поэтому не платят тысячу рублей этим мастерам а есть мастера которые берут пять десять за свою работу потому что они знают себе цену и что делают каждый шаг оценен рынок спрос и предложения математика спасибо что есть такие мастера олени и не знаю шарлтаны а ну и конечно же каких там падальщики вы же просто шакалы удачи я рад вам что вы есть не было бы вас не было бы и меня на фоне вас я другой я просто белая ворона всем удачи recession ха 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 так так Наверно это грязь, да, и в шланге тоже наверно здесь грязь, точно грязь, оказалось это грязь и тут наверно грязь и здесь наверно грязь все умазано клеем вот здесь у нас диспенсер такт шланг на насос грязный, вот насос грязь от глушителя который не был чище, шестерни грязные это конечно тоже и так сойдет и даже сильно затянуто то есть должна быть вот так а тут вот так старые кольца, новые кольца, если бы кольца менялись то здесь бы не было столько грязи то есть снаружи мыто, то есть вот с краев везде помыто, а именно где установлен клапан сброса грязь и там. Продолжение следует...